Жены военных летчиков из Энгельса пожаловались на угрозы им и их семьям. Говорят, не понимаем. Причем тут мы и кто автор угроз? Объясняю. Это их мужья, второй год убивают мирных жителей Украины ракетами стратегических бомбардировщиков. Это их мужья, авторы угроз. Напомним, на днях в издательство Сота обратилась жительница города Энгельс, которая назвала себя представительницей жен летчиков Энгельса и сообщила, что последние несколько недель неизвестные люди терроризируют семьи местных военнослужащих. В городе расположен военный аэродром Энгельс-2, откуда регулярно совершаются вылеты для атак по Украине. Женщина рассказала, что по ночам им поступают угрожающие звонки, а стены их домов исписывают подписями с угрозами. Нам страшно выходить на улицу из-за наших детей. В своей стране, в своем городе, в своем доме мы не чувствуем себя в безопасности. В чем виноваты мы, женщины, особенно те, которые уже и не живут с военными, которым адресовались эти послания? Как власти допустили, что наши адреса и телефоны стали известны этим людям, и почему они безнаказанно продолжают нас мучить? Чем мы заслужили подобные угрозы? Тем, что растим детей и молча ждем мужей с вылета в надежде, что сегодня он вернется живой? Говорится в письме. Обеспокоенная россиянка также прислала аудиозапись звонка одному из военных пилотов, участвовавшего в атаках по украинским городам. Мужчина сам признался в этом в разговоре. Вот я не могу понять, как? Это возмездие. Это возмездие. Возмездие? Кому? Детям маленьких. Кому? Маленьких. Понимаешь, что тебя не убивают? Мы знаем твой адрес. Ты же знаешь, что мы знаем твой адрес. Надписи видел? Да, толку. Видел, да? Звонящий пригрозил летчику, что знает его адрес и может убить военнослужащего в любой момент, но не делает это только потому, что хочет, чтобы тот дождался суда и в вечность сидел в самой худшей тюрьме. Если мы проиграем, то тебя ждет быстрая смерть. Если нет, ты сгинешь в тюрьме. Что случилось? Почему все это происходит? Да вообще не должно быть нацистского украинского государства. Нам же Столкенберг так сказал, что тогда и в НАТО будет некому входить. Вранье в реальном положении, в составе, в состоянии своих войск и в реальных действиях. Вот в этом деле. Депутат Российской Госдумы Андрей Гурулев признал, что российское командование врет о реальной ситуации в войсках и на фронте, замалчивает огромные проблемы, а украинская армия воюет намного эффективнее российской, превосходит российскую армию по качеству вооружения и наносит России чувствительное поражение. Сначала Гурулев написал об этом в своем телеграм-канале, но затем вышел в прямой эфир к пропагандисту Сергею Мардану на канал Соловьев Live и стал рассказывать о проблемах с СВО уже там. То, что вы у себя в телеграм-канале написали, как-то мне тревожно стало. Что происходит? Почему Гурулев так беспокоится? Мардану тревожно, потому что российская пропаганда все время рассказывала только о победах. Но как-то так получается, что при этом российская армия сейчас отступает и теряет территории. Мардан спрашивает Гурулева, о чем же конкретно врет российское командование. И Гурулев отвечает. Врут как о состоянии самой российской армии, так и о ее успехах на фронте. Где вранье-то? В чем вранье? Вранье в реальном положении, в составе, в состоянии своих войск и в реальных действиях. Вот в этом деле. У нас частенько доклады не совпадают даже линия переднего края с тем, что находится на самом деле. До сих пор есть такая тема. Гурулев говорит, что даже линия переднего края в докладах военных отличается от той, что есть на самом деле. Ну, то есть российское командование до сих пор врет, что идут какие-то бои за Работина и Клещевку. А в реальности российская армия уже их не контролирует. И если раньше такая ситуация, в принципе, всех в России устраивала, и сам же Гурулев не имел ничего против, то теперь мы видим, что это повальное вранье достало даже представителей российской власти, и они о нем уже стали открыто говорить. Есть нюанс, про который мы писали, это правда. Здесь чего особо скрывать, что у нас есть проблемы с контрбатарейной борьбой, у нас есть проблемы по борьбе с беспилотниками противника. Ну, есть нюанс. Мы говорили, что у нас вторая армия мира, а выяснилось, что мы во всем уступаем даже Украине, над которой раньше насмехались. Украинцы закупили приличное количество беспилотников, в том числе у Китая. Они их модернизировали, они их приспособили под свои функции, какие-то подразведки, какие-то подударные, какие-то подуниверсальные, ну и так далее, тому подобное. И сегодня этих беспилотников немереное количество. Ну, те самые украинцы, которых Гурулев собирался победить за три дня, каким-то образом за полтора года накопили немеренное количество беспилотников, которые доставляют России огромные проблемы. Причем продал Украине эти беспилотники братский Китай. Какой удар в спину! Сегодня, конечно, когда дальность стребы натовского орудия, к сожалению, превышает дальность стребы нашего орудия, довольно-таки тяжело бороться. Артиллерия у украинцев теперь тоже лучше, чем у второй армии мира. Видимо, это результат демилитаризации. Ну, вы помните, да, что Россия уже полтора года проводит демилитаризацию. И вот мы видим, как классно Путин ее провел. Что даже уже российские генералы, российские политики признают, что артиллерия у Украины теперь лучше российской. Сразу видно, что СВО идет по плану. Ну, а дальше начинается самый смешной момент. Генерал Гурулев с грустью вспоминает удачный удар украинских ракет по Черноморскому флоту России в Севастополе, который произошел 13 сентября. Напомню, тогда был поражен российский корабль, который уничтожен безвозвратно. И также была поражена российская подводная лодка «Ростов-на-Дону». Вот буквально сегодня появились в сети ее фотографии. Видны повреждения на этой лодке. И тоже эксперты уже сказали, что это восстановить невозможно. И эта подлодка утрачена безвозвратно. И вот теперь генерал Гурулев рассказывает, что это произошло из-за того, что российская армия даже не смогла зафиксировать взлет украинской авиации, которая наносила этот удар. Ну и, соответственно, они не смогли подготовиться, подготовить свою ПВО и этот удар предотвратить. Если в СТОР-Шедов полетело, они только в воздушном базировании, значит, где-то забазирована авиация. Причем мы, ну давайте откровенно, проваргали массовый взлет этой авиации. 10 ракет, это нам было поднять не один самолет. Когда в России взлетает боевая авиация и выпускает ракеты, это сразу фиксируется в Украине. Звучит воздушная тревога. И телеграм-каналы сразу сообщают, что взлетела стратегическая авиация, или МИГ, который является носителем ракеты «Кинжал». Короче, в Украине все это фиксируется, и сразу идут сообщения по телеграм-каналам и по СМИ. И вот российский депутат, российский военный признает, что Россия так не может. То есть Россия даже не может зафиксировать взлет украинской авиации. Соответственно, не может в достаточной степени предупредить вот эти удары ракет по своим военным объектам. Россия не способна их защитить. И эта страна, она утверждает, что у нее вторая армия мира, и что она проводит демилитаризацию. Ну, вот такая демилитаризация, что даже люди, которые кричали, что они захватят Украину за три дня, которые смеялись над украинской армией, теперь признают, что фактически во всем Россия уступает Украине. Ну, кроме количественных показателей. Но по качеству они сами признают, что они уступают везде. И казалось бы, ну давно уже пора понять, да, что все, что делает вот эта путинская шайка, оно приносит противоположный результат. Ну, хватит, ну остановить этот дебилизм. Вы же видите, что все приносит только обратный результат тому, который вы провозглашаете. Хватит уже позориться, ну сколько можно. Но нет, вот эти российские патриоты, они не обучаемы. Точнее, они с одной стороны, они вроде видят, что происходит, да, они признают, что спецоперация как-то провалилась, что все дает обратный эффект, никакой демилитаризации, демоцификации не получается и близко. С другой стороны, они продолжают призывать к продолжению этого маразма. То есть им недостаточно, они хотят усугубить, довести все до полнейшего краха. Это невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла, вообще никак. Друзья, подпишитесь на канал, и обязательно оставляйте комментарии и лайки. Это важно для продвижения видео. Пусть больше людей узнает правду. Вам не тяжело, а мне это будет крайне полезно.